Многие вопросы, с которыми к Геннадию Соловью обращались люди, уже не раз рассматривались компетентными службами. На них были даны аргументированные и законодательно мотивированные ответы. И все-таки граждане решили воспользоваться возможностью попасть на личный прием к председателю областполкома. Среди обратившихся жителей Гомельской улицы Мичурина вопрос касался строительства канализации на этой и соседней верхней улице с привлечением государственного финансирования. Но по закону затраты на такие работы должны брать на себя сами жильцы. Сейчас для 65 домовладений двух улиц разработан проект. Каждая семья за строительство канализации должна заплатить приблизительно по 6 тысяч рублей. Во время приема Геннадий Соловей предложил найти возможность помочь финансово людям и частично выполнить работы за бюджетные средства. Житель Гомеля требовал восстановить статус ликвидатора последствий на Чернобыльской АЭС, который подразумевает и увеличение пенсии. По мнению службы, которая владеет ситуацией, такого права мужчина не имеет. На проблемы с начислением пенсии Геннадию Соловью жаловалась и гражданка, которая несколько лет отсутствовала в Беларуси, а по возвращении отказалась соглашаться с принятыми по ее выплатам решениями. Также среди вопросов снос забора вокруг детского сада, который принадлежит нескольким собственникам. Все вопросы будут рассмотрены в ближайшие дни. С решениями по каждому службы ознакомят губернатора и затем граждан. Кстати, по одному из обращений комиссии пришлось выезжать сразу после завершения приема. Губернатору пришла инициативная группа, обеспокоена неприятным запахом рядом с фабрикой Гомеля-бои. Напомним, предприятие готовится к запуску нового производства. На сегодняшний день проводится двумя лабораториями контроль выбросов как на источнике непосредственно из газочной установки, так и на санитарно-защитной зоне, то есть на прилегающей территории предприятию. А вот как вы считаете, обоснованы ли претензии? Эти претензии были обоснованы до того, как мы закупили и поставили данное оборудование. После того, как мы купили это оборудование в тот период, когда мы проводили пусконаладочные работы, оно показалось очень эффективным, то есть отсутствуют все те негативные факторы, они отсутствуют. Это и запах, дым и шум. Что касается запаха, на который в своем обращении губернатору жаловались члены инициативной группы, то на фабрике поясняют. Это особенности пусконаладочных работ. При фиксировании запаха работы прекращались и проводилась дополнительная регулировка оборудования. Газоочистная установка российского производства позволит значительно снизить выбросы в атмосферу и возобновить работу приостановленной линии виниловой продукции. Основная цель инвестпроекта – выпуск полного спектра обоев от бюджетных вариантов до премиум-класса. При выходе установленного оборудования на полную мощность рентабельность продукции составит 15-20%. Марина Джалая, Валерия Гопанько, Новости недели. Продолжение следует...